За последние три года много раз писали и задавали такой вопрос. Некоторые даже выставляли, кто-то требовал, почему ты называешь себя парализован во славу Христа. Это неправильно, ты не можешь этого делать. И самому это описали харизматы пятидесятники и адвентисты, то есть люди, вера которых лежит в исцелениях и счастливой жизни в опроте. Я даже не ожидал, что этот лозунг парализован во славу Христа уже проповедь, проповедь, которая открывает христиан и мирских людей, замаскированных под христиан. Учения замаскированных не допускают болезней по вере. Их вера подобна ветхозаветной. Болеешь, значит, решишь. Учения в то, что Бог пришел сделать здоровыми людей и наладит счастливую и успешную жизнь на земле. Да понятно, почему они не берут в расчет того, как прожил сам Господь и апостол его. Но больше всего непонятно то, как они собираются расставаться с этой земной жизнью. И тут первый от православного такой вопрос, даже удивительный. Информации о нем я не имею. Знаю, что зовут его Руслан Покровский. Я предложил ему пояснить в скайпе, потому что мне тяжело отвечать письменно. Да я уже устал отвечать на этот вопрос. За последние три года несколько десятков было, как и бывший район, возмущение от людей. Ну, он, естественно, отказался говорить в скайпе, но я решил сделать этот видео ответ, потому что в будущем, я думаю, этот ролик послужит еще для пояснения. Вот Руслан Покровский пишет, ты не можешь быть парализован во славу Христа. Не дури, Сергей. Не дури – это значит, понимай, как я. У тебя же недавно был нормальный никнейм. Зачем опять сменил? Да, у меня недавно стоял ник Сергей Парализованный. Я сменил его, но в том, что я устал уже отвечать и спорить на эти возмущения от разных партистантов. Это на грани кощунства. Неужели ты не видишь? Что такое кощунство? Кощунство – это огнезительная насмешка, издевательство, неуважение к правилам жизни или обрядам христианства, так пишет Микипедия. Бог не есть Бог зла, Бог есть любовь, пишет Руслан. У каждого высказывания, тезиса, формулировки есть различные понимания. И по-разному каждое высказывание принимают люди в зависимости от человека. Мне нравится такая формулировка. Я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как ты меня понял. Многое зависит от духа, которому человек прислушивается. Помнишь, Руслан, как написано? Руслан, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Ты за все благодаришь Бога, Руслан. Ты привел стих о том, что Бог зла не делает. То есть ты увидел в моей травме зло. Что есть зло, Руслан? Может, ты неправильно относишься к понятию «анле». Давай разберемся, что такое зло. Разберемся, конечно. По слову Божьему, поток, наведенный Богом на первый мир, это зло. И вот я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плод, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. А сожжение земли и всего живого, которое идет на весь мир, это зло. Придет же день Господний, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся. Земля, и все дела на ней сгорят. Биллиарды людей и живых существ будут сожжены Богом. Ты думаешь, это зло, Руслан? Как быть с Ивовом многострадальным, который все потерял и страдал, как никто другой. А ведь страдал он во славу Бога. Помнишь, у Ивово написано? Тогда пришли к Нему все братья Его, и все сестры Его, и все прежние знакомые Его, и ели с Ним хлеб в доме Его, и тужили с Ним, и утешали Его за все зло, которое Господь навел на Него. Что Бог навел зло, так написал в Библии Руслан. Может, зло от Бога не зло, как ты его поднимаешь? Как быть со святыми, которые терпели скорби? А тот величайший подбих, когда Бог отдал Сына Своего Единородного на мучение и посминение, Бог сделал зло? Может, более скорби не зло? Как быть с отцами Церкви, которые скорби и болезни почти за блага? Подумай, Руслан, в чем ты видишь зло? Может, повинные испытания мы принимаем за зло, и тем самым отказываемся от своего креста? Написано, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, да пусть пытанная вера ваша, оказалась драгоценная и гибнущего, хотя и огнём испытанного золота, похвале и чести, и славе явления Иисуса Христа. Может, мы просто трусы, Руслан? Не убежим мы от неприятных, тяжких забот. Да, нет в Боге никакого зла. Зло может породить только наше недоброе сердце или коварный ум. Помнишь, Руслан, первое послание апостола Петра? И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той уже мыслью, ибо страдающий плотью перестаёт грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ниже в этом же послании читаем «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Любой протестант скажет «Ну, это о страданиях во Христе». А жизнь христианина не может быть вне Христа. Христианин не живёт своей жизнью. Помнишь, ученики, увидев слепорождённого, подошли ко Христу и спросили «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии». Руслан, разве этот юноша не был слепым во славу Христа? А ведь Бог сделал так, что он родился слепым, чтобы потом явить на нём дела славы Божьей. «Ты трудишься для Господа, Руслан. Чем ты славишь Бога?» А написано «Едите ли, пьёте ли, иное что делаете, делайте всего славу Божию. Всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря честь Него Бога и Отца. Я парализован Его славу. В болях и страданиях славлю Бога». Десятки людей, неимущих, страдающих, благодаря письмам за такое служение, люди укрепляются и получают надежду, терпение, веру. Парализован Его славу, это уже проповедь. Человек, когда заявляет о себе, «Я, христианин, уже привлекает людей, он уже проповедует». Ты мои мучения называешь дуростью, Руслан. Пишешь, «Надури, серми». Может, ты просто не осознаёшь, что человек, посвящая себя Богу, становится инструментом и уроках. Человек перестаёт себе принадлежать и подчиняется Духу, который в нём горит. Уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу в оплоте, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. «Нет, Руслан, не Бог меня покалечил. Я не списываю на Бога мои боли и мучения. И в моих мучениях нет никакой славы. Господь просто однажды укротил мой неуёмный дух зная, что во мне есть потенциал и то, что здоровым телем не достичь того, чего от меня ждал Господь. Он благословил. Это мои грехи вложили меня в койку. И в 17-й год я лежу на месте. И только благодаря этому я пустил Бога в своё сердце. И теперь не я, но Господь управляет моим положением. И через меня укрепляет и приводит к себе новые души. У каждого крестьянина должно быть своё служение. Кто-то парализован должен в этом славить Бога. Кто-то, здоров как быть, в этом должен славить Бога. Кто-то беден, в этом должен славить Бога. Кто-то богат, в этом должен славить Бога. Всё во славу Господа. И теперь у меня к тебе встречный вопрос, Руслан. Кто ты во славу Христа? Чем ты славишь Христа? Субтитры создавал DimaTorzok